Почему приказывать одобряемую держит от порицаемого? Что такое приказывать одобряемое? То есть людей призывать к благому, к тому, что одобряется религия Аллаха, и наоборот, удерживать людей от чего? От порицаемого, от того, что порицается религия Аллаха. Почему приказывать Люкмана это своему сыну? Это очень важно. Это очень важно приказывать одобряемую держит от порицаемого. Это призыв, важнейшая составляющая поведения жизни верующего. И он приказывает это потому, что, приказывать одобряемое людям, удержать от порицаемого, это издеяние наилучших людей. Поэтому Аллах говорит в Коране, «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас». Вы лучшая из общин, которая выведена перед людьми. Лучшая вы из общин. То есть, последователь пророка Мухаммада, почему? «Та муруна бельмааруф, вот ангауна аниль мунккар». Вы приказываете одобряемое и удерживаете от порицаемого. Еще почему? Приказывает Лукмана это своему сыну. Потому что, если какие-то люди приказывают другим хорошее и удерживают их от плохого, то это причина спасения от наказания Аллаха. Потому что Аллах говорит про тех, которые жили до нас. Аллах говорит, Когда они забыли то, о чем им напоминали, то есть напоминали посланники им об имане, благе, когда они забыли это, тогда мы спасли кого? Аллах говорит, спасли тех, которые янгал на анису, которые запрещали людям совершать зло. Кого спас Аллах? Тех, которые запрещали людям совершение зла. И пророка Мухаммада и Салату сразу говорит, Клянусь тем, в чьей длани, в чьей руке моя душа. Либо вы будете приказывать одобряемое и удерживать отворицаемого, или вот-вот Аллах нашлет на вас наказание от него, и после этого вы начнете взывать к нему, молите его, но вам не будет отвечено. Или будете приказывать одобряемое и удерживать отворицаемого, или придет наказание от Аллах, и вы будете просить, чтобы Аллах убрала наказание, но не будет отвечено. Следующая причина, почему Рукман говорит своему сыну, приказывая одобряемое и удерживать отворицаемого, это потому что это, приказывая одобряемое и удерживать отворицаемого, то, что приводит людей к обретению силы на земле, Смотрите эти причины. Таухид мы сказали. Избавление от ширка. Совершение намаза. И что приказывает добрый и удержит парица. Это то, что делает людей, мусульман, верующих, сильными на земле. Ищите причину слабости мусульман вот в этих упущениях, в несоблюдении этих заветов. Нужно правильно искать. Потому что Аллах, Субханава Тааля, Он, Который говорит, что Аллах поможет тем, которые Ему помогают. Аллах, Он сильный, Аллах, Он могучий. И дальше говорит Аллах, Субханава Тааля, Сура и Хадж, Те, которые, если укрепим мы их на земле, то они выстаивают намаз, дают закат, приказывают одобряемых, удерживают от парицаема. И Аллах принадлежит конец всех дел. Исход всех дел. Смотрите, вот в этом аяте, Сура и Хадж, что описывается то, что становится причиной, почему люди становятся сильными на земле. Какая-то община становится сильной на земле. Одна из причин это то, что они приказывают одобряем и удерживают от парицаема. Если ума оставляет это, тогда она начинает слабеть. Тогда она становится униженной на земле. Вот почему так важен призыв к Аллаху Субханава Тааля. Это обязанность, которая лежит на каждом из нас. По мере его знаний, по мере его возможностей, словом и своими поступками. А иногда поступки бывают важнее, чем словом. Хорошо? Четвертая причина, почему Люкман приказывает это своему сыну. Потому что, если человек приказ, то добрым и удерживают от парицаема, тем самым с него снимается проклятие. Снимается с него проклятие. Потому что Аллах Субханава Тааля говорит, что Он проклял. Проклятые сыны Исраиля, которые не уверовали, те, которые не уверовали сына Исраиля, устами Дауда Иисы, сына Марьям. Это потому, что они ослушивались Аллаха и приступали. Они не запрещали друг другу порицаемое. То есть, они не призвали друг друга оставить грехи порицаемо. Смотрите. Тот мункер, который совершали, они не запрещали друг другу его совершение. Для бейса Макану и Фаалюн, как скверно то, что они делали. Продолжение следует.